Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, как сформировать виноградный куст с нуля и когда можно получить с него урожай. Сразу говорю, что виноградных формировок превеликое-превеликое множество. Среди них нет правильных и неправильных. Есть то, что подходит лично вам, либо под ваши условия, но и то, что не подходит, либо подходит в меньшей степени. В видео будет больше идти речь о веерной формировке. Такие же шаги можно применять и для кордонной формировки. Также я вам оставлю ссылки на другие ролики, чтобы вы посмотрели, как это выглядит при осенней обрезке, ну и как это выглядит в принципе. Почему я вообще решила снять это видео? Да, схем много, различных, в том числе и я вам рассказывала эти схемы. Но бывает так, что вы подходите к вашему виноградному кусту и понимаете, что все выглядит совершенно по-другому. Поэтому сегодня схематично и с примерами я вам все это показываю и рассказываю. Итак, вначале кратенько пробежимся по теории. Первый год мы весной, в начале лета садим зеленый вегетирующий саженец, у нас вырастает один зеленый побег. К осени этот побег вызревает на определенную длину. Она может быть разной. Мы этот побег обрезаем на две почки и весной следующего года у нас из этих двух почек развиваются два зеленых побега. Они растут все лето и к осени тоже вызревают на определенную длину. И осенью второго года мы эти побеги опять обрезаем на две почки. А тем временем у нас наступает лето третьего года. Из этих почек, их уже у нас четыре, вырастают по побегу. И уже на этих побегах мы можем увидеть гроздочки. Повторюсь, что сейчас мы разбираем классический вариант, классическую схему. Все исключения будут чуть позже. Здесь я нарисовала гроздочки только на одной части куста. На самом деле они могут быть на всех четырех побегах. И к осени третьего года эти четыре побега у нас также вызревают на определенную длину. И осенью третьего года мы уже не режем коротко. Мы обрезаем только невызревшие, ну либо столько, сколько у нас есть места на шпалере. То есть там уже будет не две почки, а гораздо больше. Это может быть и 8, и 10, ну в зависимости от того, насколько вызрела лоза. И в зависимости от того, сколько места на шпалере мы имеем. Эти побеги мы укладываем в горизонт на нижнюю проволоку. И весной следующего года из почек у нас начинают вертикально расти зеленые побеги. В итоге мы получаем вот такую картинку. Мы с вами сформировали четырехрукавный веер. На всех этих зеленых побегах у нас уже могут быть гроздочки, но я уже их не прорисовывала. Также мы можем получить вот такую картинку. Это двуплечий кордон, можно сделать его и на четыре плеча. Более подробно, в каких случаях применяется такая формировка, иногда мы делаем это специально, иногда вынуждены. Есть отдельное видео, я вам обязательно оставлю ссылку. Это была стандартная схема роста и развития виноградного куста. Но виноградный куст не знает об этом и может вести себя совершенно по-другому. Сейчас еще немножко рассмотрим все в схемах, а потом я еще покажу на реальных примерах, реальных кустов, как это все выглядит на самом деле. Рассматриваем случаи, когда у нас все растет хорошо. В первый год у нас вырос хороший, мощный, сильный побег, достаточной толщины и при этом он еще вызрел. Это очень-очень важно, поскольку невызревшая лоза не зимует, поэтому каким бы хорошим, крепким, сильным побег не был, если он не вызревает, это крайне плохо. И тогда мы используем короткую обрезку, но вообще убираем всю невызревшую часть, она не зимует. Какую толщину считать достаточной? Такой скользкий вопрос на самом деле, потому что разные сорта формируют лозы разной толщины. Но мы отталкиваемся от того, что толщина должна быть хотя бы миллиметров 6 и толще. Итак, значит, если у нас все хорошо, мы такую лозу не обрезаем и на следующий год закладываем ее в горизонт. И вот привязываем к нижней проволоке. Из почек у нас развиваются вертикальные зеленые побеги, которые уже могут давать урожай. На третий год, ну тут видно, да, обрезали, два побега оставили, разложили их. Уже у нас есть два рукавчика, из них опять растут зеленые побеги. То есть мы чуть-чуть ускорились. Но дальше откуда брать рукава, смотрим, где у нас будут еще расти побеги. Я оставляю видео по синей обрезке, там вы сможете это увидеть. Как бывает в реальности, что убирать, что не убирать. То есть все это есть. Здесь подробно не остановлюсь. Рассматриваем другие варианты. Предположим, что у нас саженец имел два побега. Они хорошо росли и развивались все лето. Сформировали хорошие крепкие лозы. Лоза эта вызрела, тогда мы убираем только невызревшую часть. Укладываем эти лозы в горизонт. Два рукава у нас уже есть, но потом доформировываем еще два. Либо вариант второй. Все росло хорошо, но при этом вызрело хуже. Либо у нас есть два побега, но они тоненькие. В таком случае мы их обрезаем каждый на две почки. Но уже следующий год смотрим, как из этих двух почек на каждом побеге, то есть из четырех, как они развиваются. При необходимости лишнее убираем. Если все развивается хорошо, значит даем возможность роста всем четырем побегам. Вариант следующий. Мы посадили саженец, но по каким-то причинам он развивается плохо. У нас вырастает маленькая тоненькая ниточка, которая при этом еще плохо вызревает. Остается, например, одна почечка. Следующий год у нас опять растет тоненькая ниточка. Опять вызревает только на одну почку. Соответственно, мы опять растим один побег. Наша задача вырастить хотя бы один побег нормальным, крепким и сильным. А урожай мы сможем получить с него только тогда, когда он отрастет крепкие и здоровые лозы. Вариант третий. У нас все росло замечательно. Хорошо, один красивый побег, но он не вызревает. Опять остается одна почка. И наша задача опять вырастить хотя бы один побег, но так, чтобы он вызрел. Смотрите, вот здесь кусту третий год. Практически классика. Это все один куст, просто он прикопан. Два побега выросло за прошлый год. Здесь половерхнюю почку побольше. К сожалению, я ее нечаянно обломала. Вот как раз две почечки. Мы растим два рукава. И второй побег. Здесь три почки, но нам три не надо. Мы можем оставить две. Таким образом, там две и там две. У нас формируется красиво четыре рукава. То есть я уберу попозже, потому что где-то еще может что-то обломаться. На всякий случай, немножечко подождем. Теоретически в этих почках уже может быть и заложены какие-то гроздочки. Но этот кустик слабый. То есть на третий год он должен выглядеть на самом деле не так. Он слабенький, поэтому я не позволю ему плодоносить, даже если он решит это сделать. А вот смотрите, вот это куст второгодка прошлого года посадки. Он достаточно сильный. Вот оставила я побольше лозы. И буду смотреть тоже почки здесь только-только начали просыпаться. Пока ждем, смотрим, как они начнут развиваться. И будем решать, что из них оставлять. И тоже если здесь где-то будут плодовые почки, мы будем смотреть, как этот самый кустик будет развиваться. Можно ему доносить, либо все-таки еще рано. Ну вот смотрите, тоже куст прошлого года посадки. У него всего лишь одна почка проснулась. Ну проснулась одна, значит одна. Будем из нее растить один побег. Выйдет где-то снизу вторая, и она будет развиваться хорошо. Значит будет два побега. Нет, значит нет. Будем растить вот этот один. Вот этому кусту второй год, я вам его уже неоднократно показывала. Это два разных куста. Вот этот и вот этот. Прекрасно росли в прошлом году, прекрасно развивались. При этом здесь даже заложена грозочка. И в данном случае я вижу, что он замечательно растет. Конечно лишнее мы все уберем. Столько побегов ему не надо. Во-первых, двойнички, конечно же, мы убираем. Мы убираем вот здесь вот все внизу лишнее. Пока что все вот это вот мелочь. Совсем мелочь. А вот здесь буквально чуть-чуть подождем. То есть, конечно, столько побегов ему не надо. Мы их поубираем. Но чуть-чуть подождем. Посмотрим, как они начнут развиваться. И выберем лучшее. И вот там внизу, смотрите, то есть вот он один кустик. А вот у нас один побег. А вот это вот второй. Ну, понятно, это почка. Вот это она идет внутрь. Мы ее убираем. Вот это вот гнездо тоже убираем. Смотрите, вот здесь двойничок. Можно было бы вот эту почку оставить. Либо мы можем оставить почку где-нибудь вот здесь. Видите, они очень хорошо пошли расти. Поэтому можно какой-то вот из этих почек одну оставить на второй рукав. На втором кустике будет попроще. Вот у нас пошла в этом году. Это получится тоже как плотовая стрелка. Двойничок убираем. Так, здесь вот эти маленькие мы убираем. По остальному будем смотреть. И вот обратите внимание. То есть вот у нас второй бег. Так, вот эту убираем, вот эту убираем. А это одно оставим на рукавчик. Все, вот это вот малышню тоже лишнюю убрали. Причем, повторю, что вот он второй год. Вот, кстати, кстати, вот здесь. Может быть вам не видно отсвечивает. Но здесь есть гроздачка. И этому кусту я тоже позволю плодоносить. Потому что я знаю, вижу, как он развивается. Он сможет это вытянуть и его можно нагружать. Вот это тоже второгодка. В прошлом году тоже нарастил хорошую лозу. Поэтому побегов будем оставлять, конечно, не два, а больше. И тоже посмотрим, возможно, какие-то из этих почек будут плодовые. Соответственно, мы можем получить первосигнальный урожай. Вот этому кусту четвертый год. И только на четвертый год нам удалось сформировать два рукава. Но сейчас это плодовые стрелки. И в дальнейшем это будут рукава. Так получилось. Получалось, что он подмерзал по осени, когда рано приходили морозы. И, соответственно, вот мы только сейчас смогли вырастить два побега на плодоношение. Вот этому кустику я даже не скажу, сколько лет. Наверное, лет пять. Ну, неудачное место. Ему тут не нравится. Он плохо развивается. И за все это время, видите, мы смогли вырастить вот один побег. И там вот еще маленький. Возможно, что оттуда какую-то почечку оставим. Вот он. Вот видите. Вот еще один такой же куст. Тоже приблизительно ему лет пять. Ну, там вот видно, да, в основании, что была какая-то старая древесина. Но тоже вот за все время смогли вырастить. Два таких тонюсеньких рукавчика. То есть то, что я вам показала второгодку. И этот, даже второгодка развивается лучше. Да, к сожалению, так иногда бывает. И не всегда это даже зависит от качества саженца. Это зависит от места. Вот у нас это место какое-то не очень хорошее. Здесь вообще виноград не очень ему нравится расти. И поэтому бывает и так. Соответственно, мы всегда смотрим не только на возраст куста, но смотрим на то, как он развивается. И уже в зависимости от этого принимаем решение, как его формировать и что с ним делать. Вот этот кустик пока что оставлен так. Но мы будем смотреть, как он сейчас пойдет в рост. Вполне вероятно, что придется его обрезать коротко где-нибудь. Вот здесь оставить, например, две почечки. Из них растить два побега. Потому что побеги нам нужны сильные и мощные. А не такие вот тонюсенькие. Классический пример куста на второй год. У нас за первый год выросла маленькая тоненькая палочка. Вот какие-то почечки. Что с ним делать? И вот здесь мы применяем наш классический прием. Оставляем две почки. Ну, мы оставим чуть больше тоже про запас. Смотрите, что важно. Казалось бы, вот верхняя виноградополярность, верхние почки растут гораздо лучше, чем нижние. Но обратите внимание, вот здесь вот этот проводящий путь, на самом деле, тут миллиметров пять от силы. Вот этот побег. Поэтому оставлять верхние почки не совсем хорошо. Мы их убираем все. А снизу оставляем. Будем смотреть, как будет расти. Вот у нас раз, два, три. Пока оставляем три. Возможно, что вот здесь. Вот видите, вот здесь. Возможно, что еще какая-то почечка вырастет. У нас будет четыре рукава. То есть мы его пытаемся сформировать чуть раньше. Но мы всегда учитываем силу роста куста. Если пойдет хорошо расти, значит, вот эти три, может быть, и четыре почки оставим. Если мы будем видеть, что кто-то в росте отстает, то мы эти почки будем убирать вплоть до того, что оставим только одну. И вот кустик на второй год. Здесь вообще одна почка. Может быть, снизу что-то пойдет, а может, и не пойдет. Значит, здесь у нас без вариантов. Растим вот эту одну. И вот это кустик второгодка. Посажен ровно в то же время, что и два предыдущих. Разницу видим и в лозе, и во всем остальном в силе роста. То есть здесь вот есть у нас четыре почки. Даже, скорее всего, что кто-то из них будет подносить. И мы ровненько вот так вот все оставляем. Дальше наблюдаем и будем убирать какие-то почки, какие-то побеги. В случае, если это будет необходимо. И вот кустик на второй год. Ну, то же самое, что и предыдущий. Хорошая лоза и по толщине, и по всему. И хорошая сила роста. А вот это куст на третий год. То есть в классике, если бы мы пользовались нашей стандартной схемой, то нам надо было бы его вот так вот коротенько обрезать. Здесь оставить две почечки. И на этом побеге тоже оставить две почки. Ну, смотрите, здесь все замечательно развивается. Прекрасная лоза. Посмотрите, насколько она вызрела. То есть сейчас здесь, наверное, метра по полтора. Вот эти побеги. Побеги прошлого года. При том, что в прошлом году она плодоносила. Вот этот куст он плодоносил. И это не помешало ему ни побеги вызреть, ни развить их нормально. Поэтому мы уже как бы используем их как рукава, используем как плодовые стрелки. И смысла обрезать коротко в данном случае нет. То мы пронормируем потом зелеными побегами. И, в общем-то, если куст торопится, если он хорошо развивается, пусть развивается. Вот эта второготочка послабее. Тем не менее, тоже будем смотреть. То есть тут не по две почки останется на каждом из этих побегов, а больше. Сейчас мы дадим им чуть-чуть подрасти. И тогда уже в зависимости от того, как они растут, мы будем видеть, сколько нам оставлять почек, сколько убирать. И как дальше работать с этим кустом. И еще один пример. Тоже третий год. Посмотрите, какая здесь лоза. Здесь, наверное, миллиметров 8, может быть. Вторая чуть потоньше. И обрезать их на две почки каждой, ну, будет абсолютно неразумно. Посмотрите, какая она длинная, как она вызрела за прошлый год. То есть сейчас это плодовые стрелки. И, как и в предыдущих случаях, нормированными зелеными побегами. Смотрим, наблюдаем за развитием. Но обрезать коротко здесь абсолютно не стоит. А вот этому кусту много-много лет, но никак не может пойти нормально в рост. По-хорошему надо было бы вот как раз-таки его коротко здесь обрезать. На две почки, может быть, даже на одну. Но, смотрите, выше почки идут. А ниже непонятно. И уже когда почки пошли распускаться, обрезать плохо. Обрезать надо до распуска почек. Потому что сейчас недельку-две мы ждем. Смотрим, как что распускается. И потом лишние почки убираем, оставляя почки максимально низко. Максимально близко к центру куста. И сколько их будет, будем смотреть. Может быть, две, может быть, вообще по одной. Здесь вот у нас два побежек. То есть все зависит от того, как кустик будет развиваться. Ну, там почечка или погибла, или мышка ее съела. Вот здесь. Ну, вот это вот, например, есть. Наверное, она пойдет в рост. То есть в данном случае, когда у нас тонкая лоза, мы, несмотря на разницу в росте почек, верхние они растут лучше, мы будем оставлять самые-самые нижние. Максимально близко, чтобы укорачивать вот этот путь. Как видите, реальность часто отличается от того, что мы видим на картинке. И отклонения могут быть как в одну, так и в другую сторону. Наша задача научиться понимать куст и применять к нему общие принципы. Поначалу вам может казаться это тяжело, но все у вас получится. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, я вам оставляю ссылки на другие полезные ролики. И до новых встреч!